да друзья мои приехал вы посмотрите что творится ёлы-палы ухты блин как течением несет ё-моё и вот туда пошел жак лежит в воде ёлы-палы запрет место как говорят в народе шляпочная твою мать блин ветка глаза теперь надо минут пять-десять подождать минут 40 его ждал хватали так что сейчас покажу что нам удалось сегодня поймать сейчас пойдем в магазин рыбожор там внутри ну и конечно купим с тобой что нибудь для рыбалочки нам надо на поплавок сегодня наловить огромных личных монстров тесто сухое тесто с медом тесто ваниль вот ванильку мы возьмем сегодня у нас будет разведка рыболовных мест вскоре собираюсь ехать на рыбалку на донки и ловить на поплавок но сегодня нам надо выяснить что после зимы с нашими рыболовными местами можно ли до них добраться и клюет ли там рыба да друзья мои приехал вы посмотрите что творится ёлы-палы набросали каких-то деревьев и вот у меня такое ощущение что это набросали их сюда специально я не вижу чтобы она где-то здесь обломалась это мне кажется просто кто-то перегородил заезды здесь посмотрим что тут вот это вот ветка валяется вот откуда она упала нету здесь ничего такого странно да и там вот по поперек кидывали это сто процентов специально сделано чтоб сюда не ездили на рыбалку ладно поехали то в другом из яма и куда-то приехал туда хрен его знает в какие-то дебри забрался ёлы-палы сейчас будем искать место где нам на поплавочек лучше половить но здесь просто капец хотя может куда-нибудь сюда спуститься и он туда под камыши кидать фиг его знает сейчас пройдемся посмотрим ничего интересного я там не нашел поэтому решено было ехать в другое место друзья мои приехал я на 118 место это просто капец какой-то ёлы-палы все забито а где были места нормальные там фиг проедешь какими-то деревьями завалили специально у нас так принято чтобы народ меньше по лесу шастал все дороги перекапывают он меня деревьями перевалили все проезды короче походил я побродил нифига там интересного не нашел ну и короче уехал оттуда в конце концов нашел вот такое какое-то местечко будем пробовать тут в итоге час времени потеряли на наше путешествие вот так всегда выезжаешь на рыбалку думаю сейчас за полчасика доберусь приеду и буду рыбу ловить в итоге полдня еще ездишь место ищешь время около часа не знаю что у нас получится но что-то получится какие-то приключения будет ветрище просто капец боковой сейчас буду проверяться посмотрю что-то мне подсказывает что здесь место может быть с глубиной сантиметров 20 это будет фиаско полная но как будет так будет есть у нас тесто что мы купили в магазине есть у нас мотыль есть у нас опарыш так что рыбка мы сейчас если она тут есть приманим а блин в палец загнал и так по оснастке скользящая здесь топорок и вот здесь топорок когда поплавок попадает в воду он плывет плывет и вот по верхнему тормозит верхним стопорком выставляем и глубину берем мы нашу удочку кстати принцесса шеститысячная фу блин шестисовичная шестисотая делаем первый забросик глубина в районе метра смотрим что из этого выйдет ух ты блин как течением несет ё-моё один опарыш на крючке и сразу же зацеп твою ж мать если сразу не поперла значит ну как же так ну все же было нормально оторвал поводок сразу коре я выяснил за что этом так цеплялся и отрывал поводки у нас на реке действует на данный момент нерестовый запрет но это в некоторых не останавливает короче нифига не клюет а потом смотрю хоп шнурочек привязанной и вот туда пошел жак лежит в воде ёлы-палы запрет вот такие вот дела так друзья мои минут сорок я просидел в шоке я просто ну подожди ты блин два месяца уже хер с ним ставь свои жаки в обычное время но в запрет когда рыба идет берегу нереститься ставят жаки считаю вот таким вот и надо реально давать лупить штрафы такие чтоб охота отбивала на всю жизнь ну совести у людей итак друзья мои нашел я местечко вот такое вот течение просто дикое там где стоял этот жак и куча деревьев оттуда я уехал не хватало мне чтобы еще приехал рыбнодзор и этот жак на меня повесил сильное туда течение но сейчас попробуем закормить будем здесь ловить глубина в районе метро возле берега вот такая вот фигня клюет только забрасывай там где поглубже вообще нифига не клюет место как говорят в народе шляпочная надо сейчас какую-то траву камыш такое искать где не такое сильное течение там будут тусоваться плотва подлещи густера здесь же конечно на вот этом прогоне ловить нереально да и там 50 машин там 50 машин тут никого соответственно понятно что по-любому народ здесь пробовал понимал что здесь делать нечего но мы с вами этих сколько около часа провели здесь руки рыбы пахнут такой вот ну и наверное выходной день больше выезжать не будем хотя обстановку разведали посмотрели где что да как где завалы где перевалы где невозможно проехать где можно проехать и уже с этим багажом знаний на следующую рыбалку мы выезжаем и там уже я думаю будет все гораздо поинтереснее собираемся мы проверить одно болото таких вот джунглях на наличие карася проснулся не проснулся будет плевать не будет но просто жесть после зимы завалило все деревья канавы полной воды и пробираться здесь ну просто жуть я прошел на метров 300 все не могу устал сейчас немножко отдохну и пойдем хочу вам сказать что в этом видео будет значит сам собираюсь я половить на поплавочную удочку есть у меня интересная насадка хочу потестировать проснулся карась не проснулся обещают сегодня у нас солнечную погоду днем плюс 14 проверим если дойдем до этого болота лесного проснулся ли там карась будет интересно узнать поплавочная снасть отличная насадка которую покажу чуть позже но и весенняя рыбалка на карася погнали ай блин твою мать блин веткой в глаза двигаемся дальше так все дай наверно сюда и сюда и куда идти ладно пошлите как-нибудь так попробую смотрите как с корнями деревья повалила ну что еще метров 300 и будем на месте как друзья мои набрался я наконец-то до места вот такой вот у меня рюкзак вот такой вот у меня еще один рюкзак и еще у меня с собой сумка где прикормка открыл только что рюкзак чтобы достать микрофон и поставить и оказалось моего беспроводного петличного микрофона не обнаружил друзья мои оставил дома достал какой-то запасной его ни разу не использовал так что без понятия есть звук нету звука если не будет тогда будем дома уже у компьютера озвучивать буду вам рассказывать что я тут да как делал ну да ладно давайте первым делом достанем рогатулечку сейчас вам все подробно покажу на что было ловить какая у меня удочка какая у меня прикормка так это пока можно отложить значит самикада принцесс 600 скользящая оснастка куча дробинок скользящая оснастка здесь у нас две вернее два стопорка снизу и сверху делаем верхней на нужную глубину поплавочек в воде поднимается и стопориться в верхний стопорок в принципе все рассказал все показал давайте посмотрим наше замечательное озеро думаю ловить где-нибудь сюда под это дерево забрасывать лет пять назад я как-то здесь был поклевал карасик весной сейчас будет он клевать не будет проверим с вами ну что ладно начинаем замеряемся глубина здесь была небольшая сантиметров 40-50 проверим вода должна уже прогреться и карась по идее должен проклянуться кстати когда я шел что-то какие-то такие по воде как будто кто-то пугался под водой плавал гуляния какие-то есть смотрим он 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 Как я и предполагал, дополнительный микрофон или запасной, который у меня лежал, оказался не очень хорошего качества, поэтому расскажу так. Взял я с собой рыболовную насадку под названием хлеб с картошкой, делается очень легко, берется одна часть картошки и добавляется туда примерно 3 части хлеба, хлеб можно добавлять батон, серый кирпичик, у меня был серый, я все это дело дома смешал, на рыбалке осталось немножко еще раз его размять и ловистая рыболовная насадка для ловли карася готова, сейчас будем пробовать на нее ловить. Друзья мои, замешал я прям в этом пакете нашу прикормку, комбикорм с магазинной прикормочкой немного добавил, давайте сейчас подкормим, прошло минут 10, пока поклевок не было, сейчас мы немножечко попробуем ускорить процесс поклевки, пока много не буду, наверное шара 3 кину, посмотрим минут 5. Если тишина, потом еще шара 3 кинем, давайте 4. Отлично, если карась проснулся и он хочет есть, тогда он обязательно подтянется к нашей прикормке. проверенный корм, комбикорм, плюс немного магазинной ароматизированной прикормки, должен сделать свое дело и рыбка к нам придет, теперь надо минут 5-10 подождать, чтоб рыба унюхала наш корм и пришла, порадовала нас поклевкой, смотрим. Блин, прошло 10 минут, надел уже опарыша, все равно тишина. Ладно, сейчас мы ей дадим побольше корма, а то что-то я тут скромничаю. Видно, что здесь рыбу никто не ловил, она не кормлена, плавает по всему водоему и нам надо как-то ее приманить. Можно, конечно, подождать часок-другой, но хочется как-то побыстрее это сделать. Ну что ж, ждем еще минут 10-15, смотрим, что будет происходить. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, елы-палы, стоял-стоял, я уже чуть не уснул, как влупил под воду. Твою мать, поводок оторвал, оторвало поводок. Ни хрена себе, полчаса ждал, полчаса ни одной поклевки и вот наконец-то сразу, как шел таки пошел. Вот это поворот, стоял у меня поводок с лески 0,09 или 0,1 по-моему я плотвичку ловил. Не ожидал, думал здесь карасик такой клевал, что будет как бы все окей, но оказалось не окей. Ладно, тогда мы делаем совсем по-другому. Привязываем побольше крючок, потолще леску. Основная у меня стоит 0,18, может сразу без поводка и привяжем крючок будем ловить. Ну что ж, рыбалка начинается, это уже радует, я уже расстроился капец. Сейчас меня уже это начинает радовать, смотрим. Ну что, побольше крючок, леска 0,18, хлеб с картошкой. Погнали! Погнали! Поплавок ушел под воду. Вот это да! Смотрите! Твою мать, аж удочка сложилась! А как это она так? Фух! Вот кто это мне оторвал крючок, смотрите! Какой красавец! А? Сейчас я отцеплю. Ну вот, минут сорок его ждал, это капец! Смотрите, да, ну небольшой конечно, но все же такой ладошечный. Отлично! Тихо-тихо! Отличный карасик! Сейчас дайте я покажу, брыкаешься ты! Вот такой вот первый карасик пожаловал. Сорок-сорок пять минут где-то у нас ожидание было и наконец дождались. Ну что сейчас? Итак, отлично! На хлеб с картошкой взял. Начаться. Ничего менять не будем. Берем обратно хлеб с картошкой. Секундочку. Наш крючочек. Ну, поклевки мне нравятся. Хоть и весна, я думал что-то такое будет вяленькое. Под воду! И все! Ни куль-куль, ничего! Сразу утянул под воду, как и тот первый, который оторвал нам наш поводочек, который был легенький. Ё-моё! Здесь корчи вообще невозможно ловить. Все путается. Глубина небольшая, где-то полметра. Но, отлично! Отлично! Ждем-с! Думал, хоть бы хотя бы поклевочку увидеть, потому что давно здесь не был. Место новое. В прошлый раз, лет пять назад ловил я здесь на опарыша, ловил я здесь на червя и ловил я на хлеб с картошкой. Клювало на все, но лучше всего, конечно, работало хлеб с картошкой. Хотя вот, кажется, да, весна, карасю надо червь, белок такой. Но нет, друзья мои, если подобрать правильную насадку с правильным ароматом, тогда будет все окей. Ну, плюс еще это озеро здесь, насколько я помню, его всю жизнь ловили на хлеб с картошкой. Так что для него эта насадка знакомая, он уже к ней привык. Не одно поколение, так сказать, карасей выросло на хлебе с картошкой. Местные ходят, что там дача недалеко, наберут хлеба сухого, накидают, накидают воду. Ну и так, короче, закормили. Так что здесь не надо никаких супер мудреных прикормок в виде там магазинных, там супер карась какой-нибудь с добавлением 18 аром. Нет, здесь все достаточно просто. Можно взять обычных сухарей, как я взял комбикорма. Ну, немного какой-нибудь такой базы прикормочной, магазинной. И все. Конечно, надо иметь опарыш, надо иметь червя, надо иметь, вот как я взял, хлеб с картошкой. Летом даже хорошо еще надо пробовать перловку с каким-нибудь укропом. Потому что сегодня вот он клюет, допустим, на хлеб с картошкой. А бывали случаи на следующий день приходят, у всех клюет на червя. Хлеб с картошкой так, раз-раз где-то 5 рыбин на червя, одну на хлеб с картошкой. Не угадаешь. Поэтому ехать на рыбалку с одной насадкой. Вот многие смотрели видео, где говорят, вот допустим, делайте макароны, звездочки. И вся рыба клюет. Да, возможно, она сегодня будет клюать на ваши макароны со звездочкой. Но не факт, что они завтра придут, им захочется опять. Это то же самое, как у человека. Если вы любите, допустим, есть картошку. Но это не значит, что вы ее будете каждый день есть на протяжении месяца. Нет. Понятно, что на второй, на третий день она вам уже надоест. Захочется какого-то разнообразия. А потом можно и опять с картошки начинать. Так и рыба. Она может сейчас склевать на хлеб с картошкой. Сегодня, завтра, послезавтра. А на четвертый день вот подавай ей червя. Все уже, наелась она хлеба с картошкой. Вот такие вот дела. Обычно беру с собой две или три поплавочные удочки. Одну забрасываю там на хлеб с картошкой, вторую забрасываю на червя, третью на опарыша. И смотрим, на что лучше клюет. Потом и на остальные удочки вешаем тоже наживку или насадку. Но сейчас весна. Сейчас у нас запрет. Можно ловить только на одну удочку с одним крючком. Поэтому три насадки забросить и проверить на какую сегодня клюет лучше у меня, конечно, не получится. Но, в принципе, мы уже будем считать, что угадали. Две было поклевки. Одна на хлеб с картошкой оборвала поводок. Вторая вот сейчас утянула под воду и сразу поймал карася. Значит, продолжаем ловить. Зачем что-то думать? Экспериментировать дальше. Вешать, допустим, опарыша ждать. Может, на него будет клевать. Ну, пока что не хочется. Раз клюет на хлеб с картошкой, значит, ловим на хлеб с картошкой. Перестанет склевать на хлеб с картошкой. Повесим опарыша. Поклевка, 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 друзья. Вот, есть. О, блин, это побольше уже идёт. Этот вообще ништяк. О, блин. Давай, 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 давай. Опа. Есть, есть, друзья мои. А? Да идти что я налево, опять удочка сложилась Твою мать, иди сюда, хорошенький Ох ты, тихо, не брыкайся Ну-ка, а-а-ак А, супер Ух ты, блин, бойкий такой Отличная рыбка Шикарный карасик Ну что, продолжаем Расклевали место Хотя как расклевали, час уже Второй карась за час Отличный карасик Тише, 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 тише Вот такая вот рыбинка, отлично А? Спасибо, друг Шикарная была поклевочка Ну что, продолжаем Что-то парочку поймал И пока затишье Весна Ну, поклевывает уже хорошо Было еще две поклевки Ну, какие-то вялые такие Куль-куль И все, достаю Хлеб Такой какой-то пожеланный Но еще вроде на месте Потом второй раз закинул Опять то же самое Куль-куль и все О, 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 друзья мои Что-то, что-то Что-то, что-то поклевывает Пошел, пошел, пошел Пошел Есть Какой уже? Третий, наверное, да? Или четвертый Третий, наверное Кик его знает Не считал Сейчас покажу вам, друзья мои Ну, такие небольшие Сейчас карасики клюют Вот такой вот Привет Рыболовное приключение Ау Вот такой вот карась Ну, что ж, отличная рыбка Полезай в ведерко К своим друганам Ну, а мы продолжаем Рыболовное приключение Надел опарыша Уже раза три перезабрасывал Полчаса Ни фига ни одной поклевки Не знаю Я вон, когда последнего карася поймал Что-то он там брыкался Походу я все распугал Глубина небольшая И все Сейчас еще минут 10-15 подожду Если на опарыша клевать не буду Попробуем еще раз на хлеб с картошкой Может ему опарыш сегодня Не совсем нравится Странно, я думал Если на хлеб с картошкой клюет И на опарыша выпивать Но пока что Игнорис Карасики небольшие Такие-такие поклевы Я уже хочу Во Кило 500 минимум Чтоб так Потянул Удочка в дугу Я его тянул Волна такая Аж Чтоб те камыши Закрывало И тогда будет вообще Открытие Огонь Ну и так Классно Когда На этом месте Ну не на этом месте На этом озере Были болоти Правильно сказать Я ловил Тогда у меня клевали Вот такие карасики Но это было конечно Совсем Попадались конечно И по моему Одного или два Такого сформал побольше Но тогда и местные говорили Что я ловил В середине апреля По моему Или в конце апреля Они говорили Что в марте В конце марта Вот как сейчас Брал Покрупнее А уже потом Мелочь эта пузатая Попросыпалась Начала брать Ну Нормально Сколько? Три или четыре Я уже на ведре Посмотреть поймал Есть у нас еще Часика полтора Времени Посидим Половим Хотел я конечно Костер распалить Что нибудь Приготовить здесь Но здесь творится Просто ужас Сейчас я вам покажу Друзья мои Смотрите Как сейчас Секундочку Посмотрите Что здесь творится Здесь даже негде Распалить Костер Что то приготовить По этому поводу Обойдем сегодня Без костра Но ничего На следующую рыбалку Поедем на какое нибудь Другое место Может на реку И Там уже хочется Приготовить Возьмем с собой Решеточку Что нибудь Пожарим Так Ну что Давайте посмотрим Что у нас там Происходит Ни фига Ни фига Сырье опарыша Болтается У нас Не хочет Ладно Давайте еще минут 5-10 Пусть постоит На опарыша Если нет А хотя Подождите Давайте попробуем Сделать Знаете что Попробуем добавить Сюда Хлеб с картошкой Сделаем Бутерброд Оставим Сейчас Секундочку Оставим Один Опарыш И добавим Сюда Хлеб с картошкой Бутербродик Хотя Опарыша Оставлять Наверное Нет смысла Все равно На него Поклевок Не было Ну да ладно Пусть висит Вот такой Вот Бутербродик Глубина Полметра Хлобысь Возможно Некоторые Рыбаки Скажут Что это У тебя За Гирлянда С грузиков Друзья мои Закончились В моей Коробочке Где Грузики Большого Размера Дробинки Остались Только Среднего И Маленького И По этому Поводу Пришлось Навешать Такую Гирлянду Если бы Конечно Были Дробинки Побольше Я бы Повесил Допустим Четыре Больших Одну Среднюю Одну Маленькую Так как Больших Не было Пришлось Навешать Все средние Это Маленькие Но Ничего Нормально Ничего Не путается Главное Чтоб Рыба Клевала Поклевку Было Видно А остальное Уже Там Некоторые Могут Написать Да Нет Кто Так Делает Ты Неправильно Оснастил Рыба Клюет Рыба Ловится А это Самое Главное Если Рыба Клюет И она Ловится Значит Все Вы Сделали Правильно Да Какая-то Мелочь Поверху Гуляет Клевать Больше Не хочет Странно Хотелось Бы Ответить На Самый Частный Задаваемый Мне Вопрос На Тему Когда я Приготавливаю Новую Какую-то Рыболовную Насадку Показываю Нету Ни одного Видео Чтоб Кто-то Не написал Такой Вот Комментарий Что Если Рыба Не клюет То Она Ни на Что Не будет Клевать А Если Рыба Клюет То Она На Все Будет Клевать Вот Вам Очередное Доказательство Этим Людям Которые Пишут Что Если Бо Я Сейчас Сидел Бы С Одним Опарышем Не Было Бы У Ни Хлеба С Картошкой Я Бо Сегодня Не Увидел Ни Одной Поклевки Вот Сейчас Даже Хлеб С Картошкой И Плюс Опарыш Уже Минут 15 Ни Фига Не Клюет Просто Ловил На Опарыш Полчаса Прошло Вообще Ничего А До Этого Три Карася Поймал На Хлеб Картошкой Так Что Не Слушайте Таких Комментаторов Делайте Рыболовные Насадки И Желательно Брать На Рыбалку С С С С С С Насадки Знаете Что Такое Наживка Что Такое Насадка Наживка Это Что Наживляют Череп Опарыш Все Живое А Насадка Это Тесто Перловка Что Насаживают Не Хочет Брать На Этот Бутерброд Давайте Попробуем Просто Надеть Хлеб С Картошкой Да И Все Все На Месте Висело И Хлеб С Картошкой Висел И Этот Один Опарыш Висел Сейчас Мы Скатаем Красивый Шарик Опа Вот Такой Вот И Забросим Какой-то ветерок Такой Обещали Солнечно Без этих Без облаков Неветрено В итоге Какие-то облака Ветрища Мне еще повезло Что я в таких дебрях Сижу Если бы я Где-то был Посреди поля Я думаю Меня бы уже Вообще бы сдуло Еще такое бревно лежит Хорошее Можно посидеть Сейчас подумаю Как обратно Еще отсюда клепать Ё-ё-ё-ё У меня эти Чемоданы Ведра Удочка Тренога Подставка Под камеру Что-то клюет Что-то клюет Я уже забыл Как поклевка Выглядит Твою мать За рогатку Зацепился Дебает Дебает Притаплит 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 Отличный карасик Сейчас я вам покажу Очередной карась Друзья мои Ну что ж Идем Вот такой вот Еще один Карасик Нам пожаловал Красавец Все друзья мои Сколько Наверное Час 15 Час 20 Ждал я Последние Вот этой поклевки Еле-еле Вяло Куль-куль-куль По чуть-чуть повел Если первые Хватали так Что И не видно То эти уже Что-то Еле-еле Душа в теле Отлично Будем заканчивать Сейчас покажу Что нам удалось Сегодня Сколько Часа 4 Наверное Прошло Поймать Все поклевки Были только На хлеб с картошкой Как делать Хлеб с картошкой Если кто-то не понял Оставлю Наверное Ссылочка в описании Есть у меня На канале видео Ну и Давайте посмотрим Улов Вынем их Тихо Вот такие вот Четыре Карасика К нам Пожаловали Сегодня Небольшие Да Но Все же Хорошенькие Вот такой Сегодняшний Мой улов Вот таких Четыре Красавца Отлично Жирненький Упитанный Ништяк Этот Немного Поменьше А этот Еще Поменьше Ладно Сегодня Будет у нас Жареный Карась На ужин Всем Огромное Спасибо Кто Смотрел Это видео До конца Вскоре Выезжаем На реку Попробуем Там Половить на Поплавок Новые Рыболовные Насадки Новые Интересные Места Уже Возьмем С собой Решетку Что-нибудь Пожарим Что-нибудь Интересное Приготовим Если вам Понравилось Видео Можете Бахнуть Лайк Если Есть Что Сказать Пишите В комментариях Ну а я Поехал Как говорится На очередные Рыболовные Приключения Всем Не хватан Чешей Добра Мира Удачи Пока 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 Субтитры